Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мне хочется поговорить о приближающихся новогодних праздниках и празднованиях, которые будут у нас. В преддверии новогодних праздников хочется обратиться к истории и вспомнить, как зарождались новогодние традиции и приметы. Вообще, родиной Нового года принято считать Месопотамию. Именно там зародилась традиция отмечать новогодние праздники, и зародилась она более 4000 лет назад. Позже к ним подсоединился Древний Рим. Календаря у римлян не было, и верховный жрец сам назначал дату начала Нового года, то есть он сам мог увеличить или уменьшить один из сезонов. И только в 153 году до нашей эры римляне приняли, что Новый год начинается 1 января. Идея дарить подарки на Новый год тоже принадлежит римлянам. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Эта мысль зародилась в умах людей давным-давно, поэтому каждый старается и старался новогодние праздники провести весело, хорошо покушать, думать только о добром, о хорошем, и обязательно дарить и получать подарки. И в России издавна считали, что под Новый год все желания исполняются. Привлечь удачу, здоровье, достаток можно, соблюдая новогодние приметы и традиции. Люди издавна верили это, подмечали какие-то знаки и, трактуя их, предсказывали будущее. Под Новый год мы все становимся чуть более романтичными и суеверными. Конечно, мы уже не верим в Деда Мороза и в письма счастья, но, наверное, у каждого из нас зарождается надежда, что чудо все-таки свершится. И обязательно под Новый год. И, как сказал Паула Каэли, если ты чего-то очень хочешь, то вся вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание исполнилось. А теперь перейдем к новогодним приметам. Новый год – праздник семейный, и елку лучше украшать, конечно же, всей семьей. Обязательно нужно делать самодельные игрушки и вешать их на елку среди других игрушек. Это придаст магическую силу вашим желаниям. Обязательно нужно обернуть монетку в золотую или серебряную фольгу, если вы хотите привлечь достаток. Обрести и приумножить счастье в любви помогут парные сердечки, повешенные на елку среди других игрушек. А для одиноких людей хочу посоветовать повесить на елку обязательно колечко, и тогда замужество или женитьба не за горами. Вообще считалось, что елка – это дом добрых духов, поэтому ее наряжали и ставили на самое видное место. Под елку всегда ставили коробочку с конфетами или пряниками с угощениями, чтобы задобрить домового. А теперь примета, которая касается женщин. Узнала я ее от своей бабушки, она в ней очень верила. Перед боем курантов нужно накинуть на плечи платок для того, чтобы в старом году оставить все болезни и все недоброе. А с последним боем курантов скинуть его, и тогда все плохое уже точно останется в прошлом году. В это нужно обязательно верить. Перед Новым годом нужно навести чистоту, раздать долги, помочь нуждающимся и в Новый год идти с добрым сердцем и с хорошим настроением. Ведь мы же с вами знаем, что добро всегда откликается на добро. Ну а теперь снова к тому, что Новый год нужно встретить в компании позитивных людей, и я надеюсь, что мы с вами увидимся 3 января на концерте «Синие птицы» Дмитрия Галицкого. Это легендарный вокальный инструментальный ансамбль, который долгое время радует нас своим творчеством. И каждый раз, уходя с концерта этого коллектива, мы надеемся на новую встречу. А 5 января большой новогодний концерт, в котором примут участие Паскаль, Дмитрий Чижов, Ольга Зарубина. И название этого концерта самое что ни на есть новогоднее. Золотые хиты. И я очень надеюсь на встречу с вами на этом концерте 5 января. 12 января у нас вновь в гостях терем-квартет. Этот коллектив по праву называют визитной карточкой Санкт-Петербурга. Его знают во всем мире, его любят во всем мире. В России, далеко за ее пределами, и в Твери каждый раз ждут встречи с этим коллективом. Потому что, уходя с концерта, уносишь море положительных эмоций, добрых чувств и желания, опять же, встретиться с этим коллективом вновь и вновь. Время быстротечно, как мы уже говорили, и можно подумать о февральских днях. В начале февраля, 12 февраля, у нас вновь в гостях один из коллективов Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации. Этот коллектив включает в себя несколько самостоятельных коллективов. И узнавать его можно долго и долго. Каждый раз приезжают новые музыканты, новые инструменты, привозят новую программу. Мы слышим новых замечательных солистов. И каждый раз это праздник, который хочется, чтобы продолжался долго и долго. Итак, 12 февраля Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации вновь будет радовать нас своим творчеством. А 20 февраля встреча с одним из знаменитейших, известнейших коллективов во всем мире, камерным оркестром Виртуозы Москвы. Бессменным художественным руководителем и главным дирижером этого коллектива вот уже много лет остается Владимир Теодорович Спиваков. Надо сказать, что на пути этого коллектива не все складывалось так, как бы хотелось. Были трудности, с которыми постоянно приходилось справляться. В Советском Союзе в Министерстве культуры вообще говорили, что не существует такого коллектива. Но удалось добиться того, что оркестр выступил на открытии Олимпиады 80-го года. По окончании выступления зал аплодировал стоя и долго не отпускали музыкантов. Это было началом триумфального шествия виртуозов по всему миру. И сейчас оркестр трудится, не покладая рук. И для встречи с тверской публикой они подготовили новую программу. Мы услышим музыку Григо, Дворжика и некоторых других композиторов. Итак, 20 февраля встреча с Государственным камерным оркестром виртуоза Москвы. Солировать на концерте будет обладательница безупречного сопрано Надежда Кулицкая, приглашенная солистка Большого театра России. Итак, заходите на наш сайт panoramadefistver.ru, звоните по телефону 300 033, где можно уточнить всю необходимую информацию. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!